Сегодня стоит вспомнить французского скульптора Этьена Мориса Фальконе, который родился 1 декабря 1716 года. Фальконе создал всем известную скульптуру Медного всадника. Знаменитый памятник Петру Первому на Сенатской площади в Петербурге. Это тот самый Медный всадник, про которого написана поэма Пушкина. Фальконе и до Медного всадника был прославленным мастером, и его заказчик была сама Маркиза Помпидур, фаворитка короля Людовика. Он дружил с философами Вольтером, Дидро, главными философами эпохи Просвещения. Собственно, Дидро и посоветовал Екатерине Фальконе для работы над памятником Петру. До этого Фальконе делал небольшие скульптуры, я думаю, такого ювелирного плана, очень красивые. Занимался фарфором и разукрашивал знаменитые северские чашки. Украшал скульптурами Версальский парк. Но, честно говоря, я этих скульптур не знаю, а знаю тот великий памятник. Когда Фальконе узнал, что его приглашают сделать памятник большого масштаба, огромный памятник Петру, он сразу согласился и даже назначил цену гораздо меньшую, чем другие мастера. Собственно, одна из причин, почему Екатерина и согласилась его предложить. И так Фальконе согласился и стал дотошно изучать историю России, историю Петра. Массу исторических документов просмотрел. Петр вообще была фигура довольно загадочная для любого европейца. И Фальконе хотелось очень перенести дух Петра, создать дух Петра, символ этого характера. Памятник вышел необычный, потому что скульптурные портреты императоров и царей изображаются с символами власти. Скипетр, корона. Здесь был мужчина, герой, такая атлетическая фигура на скачущем коне, на огромном куске гранитной скалы. Ее везли с берегов Финского залива довольно долго, что-то полгода, а может быть даже и год. Работал Фальконе с натуры, поскольку тогда не было фотографий и он не мог запечатлеть коня, стоящего на дыбах. По его приказу гвардейский офицер взлетал по намосту и вставил там коня на дыбы, для того, чтобы запечатлеть. И так много-много-много раз, пока наконец ему удалось схватить движение и анатомию человека, сидящего на коне, который стоит на дыбах. Все с нетерпением ожидали окончания работы и все знали, что это будет нечто колоссальное, символ огромной страны и равный ему памятник. Работа продолжалась очень долго. Когда Фальконе закончил скульптуру, он, наверное, так устал, что он уехал из России, не дождавшись установки памятника. Кстати, установили Петра на Сенатской площади, той самой, на которую вышли декабристы во время восстания. И так Фальконе уехал во Францию и памятника своего не видел никогда в жизни. На открытие его даже не пригласили. И вообще он больше не был в России никогда. Наверное, она ему надоела или с некому, в общем, прикил. Екатерина ему прислала в Париж золотую медаль с силуэтом медного всадника. Когда Фальконе вручили эту медаль, он расплакался. Он тогда уже понял, что он сделал самое главное дело в своей жизни. Через несколько месяцев после этого его хватило удар, и он скончался. Во Франции он почти забыт. Удивительно, что французу удалось создать один из величайших символов российского государства, увековеченные не только теперь в пейзаже Петербурга, но и в великом произведении Александра Сергеевича Пушкина. Лучше символа не найти. Субтитры создавал DimaTorzok